Всем приветики! Сегодня мне на мой видосик, на вот этот вот, прилетела жалоба на авторские права. И это неприятно, потому что, ну, когда прилетает жалоба на трансляцию, то как-то особо не паришься, потому что на трансляции ты играешь в игру, и в этой игре тебе вообще ничего не принадлежит. Ни графика, ни звуки, ни музыка, ничего. И особо не паришься. Единственное, что там твое, это твой голос. А вот в видосике там получается все твое. Все, что в нем делается, там все действия, все, что там есть, это все твое. Единственное, что это из-за чего жалоба, из-за того, что где-то на фоне играла музыка, и причем не та, которую я включил, а та, которая вообще по радио включается. То есть, вот как-то так. И причем сразу, я когда залил, думал, будет или нет. Если будет, то удалю, сделаю другой. Не было, но думаю, все нормально. А сейчас, вот именно сегодня, когда оно дошло до отметки 3000, то прилетела вот жалоба. Вот она жалоба. И причем сразу, до сегодняшнего дня, пока было меньше 3000, не было жалобы. А вот с 3000 сразу вдруг появились аж две, причем аж от 7 правообладателей здесь и здесь. То есть, видимо, до 3000 они считают, что типа, а, непопулярно, неважно. А когда 3000 они думают, о, популярно, надо поиметь с этого деньги, и сразу, как бы, кидают запрос, жалобу свою. И в итоге, за твое творчество они будут получать деньги. Это неприятно. Вот. Как бы, и с другой стороны, можно зайти там в аудио, наложить дорожку, как бы, чтобы этого не было слышно. Но там именно суть в том, что я показывал звук. Если я наложу дорожку, то не будет слышно того звука, про который как раз-таки там и вел речь. Поэтому уже, как бы, ничего не сделаешь. Это только если удалить. И заново выложить на уже другой, без авторских прав ролик. Потому что, ну, блин. Это немножко обидно. То, что ты думаешь, что все вроде нормально, и вдруг раз прилетает, как бы. И это неприятно. Потому что там полностью все твое творчество. Единственное, что это вот это вот радио. Поэтому, если вы где-то на трансляции играете в игры, или тем более записываете ролики, не запускайте, как бы, никакие треки. Потому что это может либо привести, в лучшем случае, просто к тому, что правообладатель ничего не сделает с вашим роликом, но будет его монетизировать. И в худшем он может вообще его заблокировать. Вот. Во всех странах или в каких-то определенных. И если вам все-таки хочется слушать музыку, потому что, ну, куда без музыки. И во время трансляции хочется музыку послушать. И где-то в видосике на фоне музыку какую-то поставить. То не пишите в гугле там запрос на музыка без авторских прав. Потому что у меня где-то в одном из этих вот была такая музыка без авторских прав. Я тоже в гугле нашел. Вроде все нормально. И сразу не было никакой заявки. Прошло 3 или 4 месяца. Прилетает жалоба. То есть, видимо, исполнитель этой музыки, он, ну, сначала не музыка, которая была без авторских. Видимо, тот, кто автор этой музыки, решил зарегистрировать свои права и прислал тебе вот такой вот привет, типа, в виде жалобы. Вот, поэтому те музыки, которые там где-то на каких-то сайтах, тоже непонятно. Они могут быть сегодня без авторских прав. А через несколько-то, сколько-то месяцев автор возьмет и узаконит свои права на эту музыку. И в итоге вам опять прилетит жалоба. Поэтому лучший вариант, чтобы не получить, как бы, жалобу за нарушение авторских прав, это зайти сюда вот, в пунктик «Создать». И здесь вот есть надпись «Бесплатная музыка». И вот именно ее здесь и выбирать. И тогда никаких к вам претензий не будет. Здесь на что? Здесь есть указание авторства. Есть, что требуется, указание. И тогда вам в описании нужно будет вставить вот такой вот текст. Именно что? Вот такая вот композиция. Использовать такая композиция. Принадлежит тому-то. В общем, все вот это вот, все, что выделено, вставить надо будет. А если вы там 10 штук запустили, то каждое нужно будет вставить. Потому что, если вы не вставите, то, получается, вы тоже уже нарушаете. Потому что эта музыка должна использоваться с указанием. И тоже может прилететь какая-нибудь жалоба, типа, где-где указание. Вот. Поэтому проще поставить. Вот, не требуется. И тогда от вас вообще ничего не требуется. Просто слушайте, да и все. Можете прямо в браузере слушать. Единственное, что здесь нет ползунка, регулировки громкости. И тогда заходите в микшер. И когда оно будет играть, здесь будет пунктик браузера. И вы просто сможете его двигать выше, ниже. И оно будет громче, тише становится. Ну, либо вообще просто скачать и на плеере запустить. Это самый идеальный вариант. И так как эта музыка бесплатная, она уже точно бесплатная. К вам уже никто никогда не приколупается. Вот. Она всегда бесплатная. И у вас с этим проблем не будет. Так что я уже и для себя решил, что если где-то буду включать музыку, неважно, на трансляции, видео, то только отсюда. Заходишь, выбираешь там настроение, там веселое, мрачное. Включаешь музыку и все. И никаких тебе проблем. Никто тебе не забанит ничего. Здесь ее полно на самом-то деле. Ползунок уже вон какой маленький. Еще не закончился. Плюс ее постоянно сюда добавляют. Nef это как раз таки новая музыка, которую вот недавно добавили. Здесь можно и по жанрам, и выбрать и поп. И, я не знаю, и рок. И по настроению можно одновременно выбрать. То есть, вместить рок там веселый или мрачный, там что-нибудь такое. Или только, например, по настроению или даже по инструменту. Ну, в общем, удобно или по длительности. Если там хочется, чтобы оно играло, допустим, подольше, там минут 15, можно включить. Единственное, что здесь такая музыка, что, ну, порой не очень как бы. Естественно, та, которую мы привыкли слушать, которую мы любим, Ее хотелось бы включить, но нельзя. И приходится довольствоваться тем, что, ну, то, что есть. Как бы здесь тоже, здесь, как бы, такие треки, что, ну, не очень. А есть такие, что норм, как бы. Вот, поэтому, именно отсюда и нужно брать музыку для всех своих действий в плане, в плане творчества на ютубе. Вот, потому что у них с музыкой очень строго. И лучше не рисковать. Вот, как-то так. На этом все. Всем пока-два.